А если нефть закончится, что будешь делать? А я и не рассчитываю на нефть. У меня ее и нет. Видел ролик, как флаг ЛГБТ на мечети в Германии повесили. Ролик сам не видел, но я видел новость, читал об этом новость. И это, конечно, отвратительное деяние со стороны администрации и так называемой мечети. Видел ролик, как флаг ЛГБТ на мечети в Германии повесили. Ролик сам не видел, но я видел новость, читал об этом новость. И это, конечно, отвратительное деяние со стороны администрации и так называемой мечети. Я не думаю, что это заведение можно называть мечетью после того, что они сделали. Надо понимать, что это же сами... Сама администрация этого заведения решила сделать такой жесть, такой акт. А это не власть там это сделала, здесь власть никому ничего не навязывает. Понимаете, это они сами решили вот так сделать. Но если они сами решили, то после этого называть эту мечетью будет неправильно. Это какое-то заведение, и какие-то чуваки, являющиеся администрацией этого заведения, решили вот так себя обозначить. Все, именно так к этому и нужно относиться. На твой взгляд, насколько сильно Кремль изменил нравственную и духовную часть нашего народа? Я часто смотрю архивные съемки 90-х, и такое впечатление, будто это был другой народ. Я скажу так, у Кремля не получается до сих пор сделать то, чего бы им хотелось. То есть русифицировать нас у них не получается. Лишить нас государственности у них не получается. Даже несмотря на то, что сегодня Чечня находится под их властью, несмотря на то, что они поставили там своих марионеток, наместников над нами, несмотря на то, что они там очень серьезно терроризируют людей, напугали и запугали народ. Несмотря на все это, все равно эта республика остается автономной. Понимаете, вот смотрите, что я имею в виду. Сегодня Россия просто берет, уходит, и у нас ничего не меняется. Понимаете, вот все, как республика должна существовать дальше, все министерства, все-все-все сохранено. То есть они не могут лишить нас вот этого фундамента, что бы они делали. У них не получается лишить нас наших обычаев, традиций, хотя в этом направлении они очень серьезно работают. И очень многие вещи, как бы, вам очень многие вещи испоганить у них там, как бы, получается. Но вот все равно, как конечной своей задачи прийти у них не получается. Как у них это получилось, допустим, во многих других регионах России и даже на Северном Кавказе, в некоторых местах у них это получилось сделать, русифицировать именно народа. Потом, хвала Аллаху, что с нами у них этого пока, во всяком случае, не получилось. И будем надеяться, что у них это никогда не получится. Какие из регионов Северного Кавказа, по твоему мнению, Россию полностью серфицировать? Ну, я не буду, конечно, называть никакие республики, потому что это обидит наших братьев, проживающих в этих республиках. Я думаю, в каждой республике люди знают положение своего народа. И просто нужно это осознавать, принимать эти вещи и этому сопротивляться. Сопротивляться этой русификации. Потому что народ, когда он теряет свои корни, свою религию, свои обычаи и традиции, он превращается, он русифицируется. В России есть очень много таких народов, которые просто потеряли уже давно связь со своей идентичностью. В том, что кодироваться предателям, но давай рассуждать. Здраво, воевать с Россией силами Чечни это стопроцентная смерть. Получается, они просто сохранили жизни. У кого есть право требовать у людей отдать свои жизни? Ну, у тех людей, которые сначала призывали воевать с этой Россией, причем воевать даже женщин, не спрашивая, у своих отцов, у своих мужей. И когда эти люди потом переходят на сторону России, от них требовать имеет право любой человек от таких людей. Аноним. Что за логика? Ахмед подталкивал народ на войну против России, потом подталкивал народ на войну против народа. Сидел бы дома и не подталкивал никого убивать мусульман. Ну да, было бы хорошо, если бы он просто сидел и никого никуда не подталкивал. А если нефть закончится, что будешь делать? А я и не рассчитываю на нефть. У меня ее и нет, чтобы она закончилась. Зачем люди так рассуждают, а если нефть закончится? В этом мире, вы знаете, самые развитые страны, у них вообще близко нет нефти. Не нефть является залогом развитости, стабильности. А потенциал умственный, когда у народа во главе этого государства стоят здравые люди, то они приводят страну к успеху. Да ладно, кавказских бойцов награждали георгиевскими крестами еще в Российской империи, и они этим гордились. Награди русского или украинца каким-нибудь серебряным полумесяцем, думаешь, обидятся? Насчет того, что кавказцев награждали, ты абсолютно права, это были как раз предшественники, предки вот этих сегодняшних кавказцев, которых сегодня награждают этими крестами. Уважаемые у нас в народе кавказцы, их никогда никто не награждал серебряными, вообще никакими российскими наградами, вообще никакими. Это считалось у нас очень зашкварной темой. И я, наверное, те имена, которые даже могу припомнить, людей, которых, как ты говоришь, награждали, которые служили, это те имена, которые у нас в народе, их ни в коем случае, уважением никаким они не пользуются. Что касается второй части, обиделись бы украинцы или русские, мне сложно судить, я не знаю, потому что в исламе нет такой символики, у нас нет таких символов. Вот этот полумесяц, звездочка, это не символ ислама на самом деле, он вообще появился при Османской империи, далеко после неспослания ислама. Символом ислама являются люди, девушка, покрытая в хиджабе, в соответствии с исламом, вот это символ ислама, мужчина, у которого борода и под укороченные усы, символ ислама. То есть у нас нет вот таких символов, поэтому мне сложно об этом говорить, мне сложно сказать. Понимаете, вот крест это явный символ христианства, хоть он, ну ладно, не будем вдаваться в эти моменты, это символ христианства, и это понятно, что когда ты его отдаешь мусульманину, это неправильно. А вот в обратном направлении у меня нет ничего того, что я мог бы представить и сказать, что вот это, если подойти, но я не знаю. Так как полумесяц, ну это не является символом ислама, понимаете. Это, даже если сегодня кому-то из немусульман, допустим, что-то, хотя я даже видел немусульман, которые, например, могут себе нанести полумесяц, вообще никак не ассоциируя это с исламом. Ну просто им нравится полумесяц, понимаете, а мусульман не может просто им нравиться крест и носить его, он не может. Чувствуете разницу? Субтитры сделал DimaTorzok